В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Витненской детской поликлинике прошел день донора. Это необходимо помогать людям, спасать людей в трудной ситуации. Спортсмены мотобольной команды «Металлург» начали подготовку к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в Витнен. Бассейн, дворец спорта, атлетическая подготовка, спорт, игры регулярно под две тренировки в день, каждый день. Выставка «Территория памяти. Как нас учили скорбеть» открылась в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Мы видим, что роль Владимира Ильича Ленина, она действительно велика. Стань донором, помоги людям! Под таким девизом 22 января прошла акция Ленинского местного отделения Красного Креста Подмосковья. Сдать кровь в Витненскую детскую поликлинику пришли десятки людей, среди которых почетные доноры и представители епархии. Пообщалась с ними и наша съемочная группа. В детской поликлинике сегодня было многолюдно. Более 50 человек решили принять участие в Дне донора. Среди них – почетные доноры и представители Витненского благочиния. Кровь, насколько я понимаю, незаменима и постоянно нужна. Поэтому это то, что мы можем сделать для детей, для взрослых, для тех, кто нуждается. Мне кажется, это правильно и нужно делать. Это необходимо – помогать людям, спасать людей в трудной ситуации. Для меня это естественно. Мне родственникам, близким неоднократно необходима была кровь в операционный период. И, соответственно, меня оказывали к маме, папе. И оказали помощь. И благодаря этому просто спасли родителей. Поэтому я просто долги отдаю. Ежедневно три района Московской области принимают участие в Дне донора, пополняя банк Московской областной станции переливания крови. 22 января свой вклад в благое дело внесли жители Ленинского городского округа. Вся собранная кровь поедет на Московскую областную станцию. И там она будет подвержена обработке, обследованию и распределению на компоненты. Из одной дозы крови будет получена доза плазмы, возможно, доза тромбоцитов и доза Р-массы. Так что можно спасти будет трех человек. Сергей Хадыкин пришел сдавать кровь в сороковой раз. Впервые он стал донором в 2009 году. У меня отец просто был почетный донор Советского Союза, СССР. Я решил продолжить семейную традицию. Сын сдает. Так что у нас, наверное, семейная. Чтобы поучаствовать в акции, нужно было заполнить анкету донора, пройти осмотр врача и сдать экспресс-анализ крови. Если противопоказание не выявлено, можно проходить процедурную. Я не первый раз сдаю, много раз уже сдавала. Поэтому это для меня обычная процедура. Всего на этот раз удалось собрать почти 20 литров цельной крови. У шести добровольцев выявили противопоказание к процедуре. Значит, честная ошибка. То, что доноры приходят голодные. Надо обязательно позавтракать. Это может быть легкий завтрак. Чай, галеты, каша без масла. Ни в коем случае нельзя пить кофе. За час до сдачи крови ни в коем случае нельзя курить. Если в этот раз сдать кровь у вас не получилось, а стать донором желание есть, сделать благое дело можно будет также 6 февраля в Развилковской амбулатории или 26 марта в Винновской детской поликлинике. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ После зимних каникул взобновили тренировки спортсмены мотобольной команды «Металлург». К нынешней предсезонной подготовке мотоболисты подходят более чем ответственно. В нынешнем году чемпионат Европы по мотоболу пройдет в Видном. И именно спортсмены «Металлурга» традиционно составляют костяк российской сборной. Как же готовятся спортсмены к новому сезону, узнала наша съемочная группа. Бассейн «Дельфин» – известная водчина чемпионов. Но сегодня здесь тренируется не победитель соревнований по плаванию, а призеры мотобольных баталий. Каждый год в середине января участники команды «Металлург» начинают тренироваться, занимаясь различными спортивными дисциплинами. И хотя в этом году погода внесла в расписание поправки, нагрузки у ребят хватает. К сожалению, снега нет, поэтому в этом году на лжи еще не ходили. А вот все остальные – бассейн, дворец спорта, атлетическая подготовка, спорт-игры регулярно по две тренировки в день, каждый день. Занятия проходят по специально подготовленной программе. За выполнением упражнений следит руководство клуба. Нагрузки увеличивают постепенно от тренировки к тренировке. Впрочем, для большинства спортсменов долгие каникулы вовсе не повод расслабиться. Мы всегда активно занимаемся спортом. Я лично проводил в Москве турнир «Настольный теннис». Вот праздниками и праздниками, а хобби есть хобби. Алексей Семенов я точно видел в Инстаграме, что он любитель поднимания штанг. Я думаю, он в зале был. Пока спортсмены только начали набирать форму, техника уже готова к тренировкам и соревнованиям. Традиционно именно на дне начинают работать по окончании сезона. Обычно тренировки на мотоциклах начинаются в конце апреля. Но, судя по погоде в этом году, это может произойти раньше. Мотоциклы находятся уже в таком состоянии, готовые к бою. Абсолютно все уже готово. Осталось только завести, обкатывать, что называется. Все детали заменены. У нас очень хорошие механики во главе с Горолевским Александром. Руководство отмечает, что в тренировки на мотоциклах необходимо будет вносить коррективы. В этом году запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Видное будет принимать у себя чемпионат Европы 2020. Бумажные дела практически закончены. Сейчас осталось только провести все торги, аукционы и приступить конкретно уже, как говорят, к работе руками. Первый официальный турнир в 2020 году, Кубок России по мотоболу, пройдет с 4 по 9 мая в станице Кирпильской Краснодарского края. Предварительно о своем участии заявили 8 команд, в том числе и видновский «Металлург». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Выставка «Территория памяти. Как нас учили скорбеть» была открыта в музее, кабинете, квартире Ленина в Кремле. В годовщину смерти вождя пролетариата. Уникальные экспонаты станут интересны людям разных поколений. С экспозицией познакомилась Александра Столярова. 21 января 1924 года скончался в усадьбе Горки Владимир Ильич Ленин. За моей спиной находится памятник знаменитого советского скульптора Сергея Меркурова – похороны вождя. От этого памятника идет траурная аллея, по которой холодной зимой 1924 года тело Владимира Ильича несли к железнодорожной станции. В эту памятную дату в Горках Ленинских состоялось возложение цветов к монументу Владимира Ильича Ленина. В память вождя пролетариата пришли почти директор музея-заповедника Олег Хромов и депутат Московской областной думы Александр Наумов. Рядом в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле прошло открытие первой выставки, организованной в рамках проекта «Ленин-2020». Сегодня, в День памяти основателя советского государства Владимира Ильича Ленина, в музее кабинет и квартира Ленина в Кремле, мы открываем выставку «Территория памяти. Как нас учили скорбеть». В небольшом зале представлены подлинные предметы из коллекции музея-заповедника – опись венков, пропуск мавзолей на имя Марии Ульяновой. В центре выставки представлена небольшая брошюра с названием «Вечер памяти Ленина в рабочем клубе», которая была издана в начале февраля 1924 года. Именно она стала идейным толчком всей экспозиции, ведь в ней даны рекомендации для организаторов вечеров. Там предлагалось прочитать доклад о Ленине, о его жизни, о его роли в парке, знательстве государства, прочитать стихи. Стихи были напечатаны в этой брошюре. Можно было исполнить песни. Так как это рабочий клуб, то там были кружки. И каждый кружок мог свое творчество на этом вечере проявить. Как замечают организаторы, на стенах нет ни одного лишнего слова. Все это стихи и лозунги тех лет. На вопросы гостей работники и директор музея-усадьбы отвечали с удовольствием. Они знают, что отношение к личности вождя может быть разным. Однако его наследие бесспорно велико. Мы видим, что роль Владимира Ильича Ленина, она действительно велика. Масштаб его личности огромен, потому что он мыслитель, который рождается, пожалуй, очень редко в нашей столетии, может быть. Выставку «Территория памяти. Как нас учили скорбеть» все желающие могут посетить до 15 апреля. Организаторы делятся. Такие даты здесь не случайны. Мы не зря выставку, которую сегодня открыли как «Территория памяти», заканчиваем накануне дня рождения Владимира Ленина, 15 апреля. Для того, чтобы подготовить следующую выставку, посвященную уже человеку, который родился. Выставка «Территория памяти» входит в проект «Ленин-2020», в рамках которого в ближайшее время в усадьбе планируют организовать также масштабную конференцию, посвященную личности Владимира Ильича. А в это воскресенье лекцию «Политическое завещание Ленина» для всех желающих. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Большой популярностью у пенсионеров поселка Развилка пользуется дыхательная гимнастика по методу Александры Стрельниковой. Комплекс упражнений направлен на активизацию всех систем организма. На одном из таких занятий в рамках областной программы «Активное долголетие» побывала наша съемочная группа. Уже давно доказано, что максимально полное насыщение организма кислородом помогает избавиться от лишнего веса и справиться с некоторыми заболеваниями. Самой известной методикой, разработанной в нашей стране, стала дыхательная гимнастика Александры Стрельниковой. В Развилковской библиотеке занятия по данной системе проводит Вера Масцевая. В свои 80 Вера Васильевна полна энергии и жизненных сил. Она уже много лет занимается восточными практиками, а также преподает хатху-йогу в досуговых центрах поселка. В системе Стрельниковой очень задействованы все группы мышц. Я рассказала им, как нужно делать дыхание, чтобы улучшить сердечную деятельность. Предположим, вот этот неглубокий вдох, выдох через трубочку губ, задержка дыхания 3 секунды. Это любому пожилому человеку помогает не только сердце отрегулировать работу, сердечную деятельность, но и дыхание снижает или повышает давление. То есть регулирует давление это дыхание. Мы с темпом, мы привыкли, как дыхание. Так что нам очень-очень нравится и помогает нашему здоровью. Гимнастику на дыхание мы делаем почти каждый вторник благодаря Вере Васильевне. Она нас поднимает и мы делаем зарядку. Клуб для жителей пожилого возраста в поселке Развилка работает не первый год. Помимо развлекательных мероприятий, особое внимание уделяется лечебной физкультуре, подвижным играм и беседам о здоровом образе жизни. Мы считаем, что очень актуально для людей пожилого возраста думать о своем здоровье. И сегодня мы будем говорить именно о движении. Ведь движение это жизнь и наша тема посвящена тому, что в любом возрасте нужно больше двигаться. В рамках программы «Активное долголетие» у нас очень много мероприятий для жителей пожилого возраста. Мы выезжаем на экскурсии и вообще у нас проходят интересные занятия по прикладному творчеству, мастер-классы различные и праздники мы проводим. Сотрудники библиотеки стараются как можно интереснее разнообразить досуг пожилых людей, конкурсные программы, спортивные соревнования и познавательные экскурсии. Нина Баканова не пропускает ни одного мероприятия даже сегодня, в свой день рождения. Вместе мы здесь и поем, и кроссворды разгадываем, и книги читаем. Ну, очень нравится мне здесь. Творческие мастер-классы, где раскрываются новые таланты и возможности, литературные вечера и концерты. Но особой популярностью пользуются вот такие встречи в кругу друзей, где можно не только получить полезную информацию, поучаствовать в интеллектуальных играх, но и просто пообщаться. Сейчас будет очень сложная загадка, что увеличивается и никогда не уменьшается. Подумайте. Вес. Все. Вес увеличивается. Ну, почему? Вес в этой диете меньше. Возраст не уменьшается. Возраст увеличивается и никогда не уменьшается. Молодцы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Центральной районной библиотеке открылась новая выставка. Десятки работ художницы Татьяны Филимоновой расположились на полках в холе учреждения. Куклы, выполненные в разных техниках. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Чего ожидать посетителям от экспозиции, расскажет Юлия Пагасьян. Москвичка Анна Филимонова художница с многолетним стажем. Начинала флористом. Пробовала себя в живописи, в частности в японской. Но сердце отдала созданию кукол. Их она мастерит уже 10 лет. Ее коллекция насчитывает порядка 200 экземпляров. Работает в разных техниках. Папье-Маше считается самой сложной. Полимерная глина, фарфор, скульптурный текстиль. Человек думает, что кукольник, он такой. Ну что, лепит он куколку. На самом деле это очень трудоемкий процесс. И кукла может делаться полгода. А может быть и больше. Сначала, конечно, рождается в голове у художника. Конечно, это очень удивительный процесс. Такая персональная выставка кукол в Центральной районной библиотеке проходит впервые. Торжественное открытие посетили друзья художницы и неравнодушные к искусству видновчане. Я хочу от души поздравить с открытием этой выставки. Неиссякаемого, так сказать, на всю жизнь. Пожелать творчество. Очень разноплавная выставка. Очень интересно. И сюжетные все композиции. Картинки прошлой жизни. Название выставки говорит само за себя. Здесь собраны работы, тематики разных эпох. И каждая ярко выражена. Один стенд советскому времени. Сложная композиционная работа. Одни дома, а детях в коммунальной квартире. Другой стенд посвящен средним векам. Здесь можно встретить кукол в пестрых старинных костюмах. Татьяна Филимонова предпочитает делать не просто кукол, а придерживается определенной тематики, сюжетной линии. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди на это смотрели, чтобы это нравилось, чтобы большинство, больше, вернее, людей заинтересовалось и пришло к этому. Потому что на самом деле любое творчество, особенно такое скрупулезное, это прежде всего и лекарство еще. Выставка продлится до конца февраля. Планируется организовать творческую встречу с художницей, чтобы желающие начать самостоятельно делать кукол могли узнать от профессионалов все нюансы и секреты этого ремесла. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова